Навык вождения в сложных погодных условиях нарабатывается годами, а на дорогах сейчас все больше новичков. Только за неделю в республике произошло 60 ДТП. Из них половина по вине молодых водителей. Эти и другие цифры озвучили сегодня на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Сейчас в Чувашии водители готовят 50 школ. Спрос на их услуги постоянно растет. Правда, отмечают с ГИБДД качество наоборот, падает. Если в прошлом году было выдано 21 тысяч удостоверений, то в этом пока 19 с половиной. Это всего 67% тех, кто обучился. При этом с первого раза экзамены сдают и того меньше, каждый третий. Проверяющие организации анализируют, в каких школах процент не сдавших больше. Министерство образования готово лишать лицензии такие организации. И такая картина характерна для всей России. Поэтому меры надо принимать уже на федеральном уровне. Низкой культурой молодых водителей способствует множеству факторов, в том числе недовольный процесс подготовки в автошколах. Сочувствую обучение в автошколах свойств только подготовки кандидата водителей, как бы им только добиться, сдать экзамен на ГИБДД. Нормативный правоактор, репоментирующий процесс подготовки водителя, не позволяет госавтоинспекции контролировать, влияет на процесс обучения кандидатов и водителей. Подготовка водителя в автошколах стала неуправляемым процессом, а точнее просто переведена на коммерческие рельсы. К сожалению, оценки деятельности автошколы становятся только количеством результатов сдачи экзаменов. По принципу, чем больше и тем лучше. И совсем не берутся в расчет данные по областникам автошколу вину в совершении ДТП. Владимир Романов сообщил на совещании, что молодые водители зачастую осознанно нарушают правила дорожного движения. Превышают скорость, не пропускают на пешеходном переходе и позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. Свежий пример. В понедельник в Чебоксарах девушка за рулем не справилась с управлением и врезалась в дерево. Водитель в тяжелом состоянии, а пассажир скончался в больнице. Причем права девушка получила два месяца назад. И это уже второе ДТП с ее участием. Сложные метеоусловия могут стать причиной ДТП на федеральных и республиканских трассах. На зимний режим работы дорожной организации перешли еще в октябре. Заготовлены материалы для полноценной обработки дорог. Организовано круглосуточное дежурство. Действует автоматическая система управления зимним содержанием дорог.